2 миллиона рублей – это максимальная выплата, которую может получить пассажир за причиненный ему ущерб здоровью или имуществу, если такси попало в ДТП. По словам юристов, всё, конечно, зависит от тяжести травмы. Например, за перелом носа – 100 тысяч рублей, а за повреждение позвоночника – 200. Такая страховка давно действует при перевозках любым общественным транспортом, а с 1 сентября текущего года распространяется и на такси. В случае, если перевозчик не выполнит свою обязанность по страхованию своей ответственности, он несет риск по аннулированию, либо приостановлению своей деятельности. И, что немаловажно, он может получить требования от пассажира на тех условиях, на которых должно было быть выплачено страховое возмещение, если бы оно было застраховано, если бы ответственность была застрахована. Это означает, что водитель, осуществляющий перевозки без страховки, обязан самостоятельно выплатить компенсацию пассажиру. У таксистов есть 60 дней для того, чтобы застраховать свою ответственность с момента вступления закона в силу. Стоимость такого полиса составит 3 тысячи рублей в год. Это может повлиять на самозанятых и тех водителей, которые арендуют машину. Им будет невыгодно таксовать, что приведет к повышению цен на услуги. В пике во всех городах, в Самаре в том числе, именно за счет подработчиков спрос урегулируется именно на такси, который выходит на 2 часа, на 3. Для них это еще тяжелее станет однозначно. Чем меньше водителей, тем больше цена. Опять же, цена, в принципе, даже арендных машин, она, скорее всего, сейчас вырастет. Если новая страховка защищает пассажиров, то водителей нет. В случае аварии таксисты могут рассчитывать только на компенсацию по обязательному страхованию гражданской ответственности. Максимальная сумма – 500 тысяч рублей. За отсутствие полиса у водителей для таксопарков предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.